Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Карл Марса 318-Б, третий подъезд, ливневая канализация не работает, а несколько жалоб жильцов, адресованные коммунальщикам, оказались неэффективными. И вот с апреля месяца, с 7-го числа, ливневка не работает вообще. Все стекает через эти дыры на первом этаже. Ведер 10-15 каждый ливень. Конкретно это было 7-го числа апреля, 31-го мая и 13-го июня. Ведер 10-15, я не 45 лет уже аквариумом занимаюсь, у меня конкретно понятно емкость, сколько там воды. Все сливается вот по этим стокам, по ливневкам, вот здесь вот, вместо ливневки по счетчикам. Секает, боремся, я не знал, что делается. Вы видите, что тут делается. И все вниз. И мер после двух-трех походов и заявлений подачи старшего подъезда, никаких не принято. Кроме одного прихода сюда и проверки, просмотра, ничего не сделано вообще. И меня вот, что больше всего волнует. Мы уже разгорели. Вот эти пакетники, их закрыли сейчас вот здесь. Они выгорали, вот они, видимо, вместо них. Вонь была в подъезде, вот следы все. Вонь была в подъезде, ужасная. Не держит меня. Академический переулок 7, по словам жильцов, кому начники ремонт кровли запланировали. Теперь люди с нетерпением ждут его начала. В основном весна и осень, когда ливни. Это ужасно. А в коридор вообще не выйти там, вы видели, даже был маленький дождичок, это все пролило. Весь наш вот это. У нас всего-то тут 6 человек живет. Ну, протекает у всех. Борются все, бегают уже кого все. Ну, это очень трудно. Выбить, чтобы хотя бы заплатку поставили. В углу течет так, что я тазики подставляю. Это вот ливень, ливень. Как будто, ну, я не знаю, как будто там ничего нет, вообще крыши никакой. Вот, льет не дуром. И тазики, тазики. Вставляются тазики. В коридоре тазики. Да, что там блюда, там же тазиков не хватает. Подставляют тарелки, а куда деваться. Они обещали в этом году смету, подписали мы все соседи, что они, ну, не помню сумму, где-то 700, может там тысяч, вот, ну, не знаю какая. Вот, что будут делать в этом году. Я позвонила в ЖКО, и они говорят, сносить собираются, а тебе все ремонт нужен. А там напротив еще бабулечка, 87 лет. Она вообще только с этим, с ходунками ходит. У нее вообще только ее дом нет. Она в больницу ее повезли. Вот, там вообще с ума сойти какой потолок. У нее ремонта и не было. А у меня просто из-за того, что был ремонт, так сильно не видно. Улица Новосадовая, 258. Качество песка, привезенного на детскую площадку, не выдерживает никакой критики. Мы недовольны вот качеством песка, который завезли для наших детей. Вот у меня лично трое детей, они каждый день играют в эту песочницу. Вот. В общем, когда его привезли, мы сразу стали звонить в ЖЭУ, в свою управляющую компанию. Пожаловались. Вот. Нам сказали, что менять нам ничего не будут. Песок, сами посмотрите, ужасного качества. Это вот мы вытащили. Сами жильцы просто мы почистили. Вот. Потом нам дворник почистил, убрал самые большие вот эти вот куски из земли, глины. Вот это тоже мы оттуда вытащили. Ну, то есть, сами понимаете, песок совершенно не соответствует тем нормам, которые вот у них прописаны. Он должен быть речной, мытый песок, чистый, без вкраплений, вот всякой вот этой вот гадости. Мало того, что там земля сырая, глина, может, там и глисты могут быть, что угодно. Я не знаю. Вот я детей, например, не пускаю туда. Вот. Вторая претензия в том, что они, по идее, должны вычистить вообще песочницу и туда завести уже чистый песок. Вот этого не происходит вообще ни разу. Вот сколько мы здесь живем, не было такого. У нас дети как бы активные. Они в этом песке и города строят, и закапываются, и что угодно. Они там вот так вот колесом ходят, как говорится. Ну, вот если вот эта штука воткнется, вот где я буду искать виноватых? Это же и инфекция. Ну, что угодно может случиться. Вот. И там и стекло, и булыжники, и земля. Вот. Все, что хотите, можно там найти, по-моему, всю таблицу Менделеева. По идее, по-хорошему, по санитарным нормам, которые я читала, вот сама лично залезала, это все вычищается, вся эта грязь счищается, увозится раз в два года, по-моему. Ну, точно не скажу. И сюда уже завозится в чистую песочницу, чистый, мытый речной песок. Все. Вот. Все. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Продолжение следует...